Национальным проектом «Демография» предусматривается комплекс мер, направленных на содействие занятости женщин, имеющих детей, в том числе в возрасте до 3 лет. Для многих семей возможность устройства ребенка в детский сад по достижению 1,5-2 лет и выхода матери на работу является важным фактором для принятия решения о рождении второго и последующих детей. И в этом направлении в нашей республике реализуются мероприятия по созданию дополнительных мест в детских садах для детей до 3 лет. В рамках данной программы в 2018-2019 годах планируется построить 29 новых детских садов на 610 мест, в том числе 3090 ясеных мест. Вы это видите на слайде. Программа строительства детских садов реализуется за счет средств федеральной субсидии и республиканского бюджета. На строительство выделено более 5 миллиардов рублей, в том числе 994 миллиона рублей из федерального бюджета, более 4 миллиардов из бюджета нашей республики. Как вы видите, вклад в республике огромен, учитывая, что необходимый уровень социализирования федеральной субсидии составляет всего 700 миллионов рублей. Все детские сады, вводимые в рамках на спроект «Демография», будут иметь ясенную группу на первых этажах. Обращаю ваше внимание, что на все места, обведенные по проекту для детей до 3 лет, должны быть направлены дети соответствующего возраста. Это обязательство субъекта, параметры известны, выполнение которых будет четко отслеживаться. На сегодняшний день два детских сада на 140 мест каждые уже введены в эксплуатацию в городе Варске и в Тукаевском районе. До конца 2019 года будут сданы еще 27 новых детских садов, 10 строятся в городе Казани, 6 в городе Наберинченым, по 2 в Альметьевске и Нижнекамске, по 1 в городах Елагуга, Ознакаево, Мензелинске, и Срещинском, Лаишевском, Кайбетском, Нурладском районах. Введение в эксплуатацию новых детских садов потребует большого количества дополнительных кадров, педагогического и обслуживающего персонала. В этой связи перед вами, уважаемые коллеги, муниципальными органами управления образованием совместно с назначенными руководителями стоит важная задача организовать системную работу по подбору кадров. Необходимо отметить, что в республике сверхуказанных программных объектов в 2018 году дополнительно построено 5 детских садов на 505 мест. В городе Нижнекамске, Воктанышском, Верхнеслонском, Кукмурском, Атнинском районах два детских сада на 180 мест, открытых в текущем году в Пестричинском и Аксуваевском районах. Региональным проектом содействия занятых женщин, создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до 3 лет, Национальный проект «Демография», финансированный мероприятие по созданию дополнительных мест для детей до 3 лет, предусмотрено и в 2020 и в 2021 годах. Заключили соответствующие соглашения о предоставлении федеральной субсидии более 1,2 млрд рублей в 2020 году и около 1,5 млрд рублей в 2021 году. На сегодняшний день формируется перечень объектов, предварительное более чем на 9 тысяч дополнительных дошкольных мест, в том числе 5 тысяч для детей от 1,5 до 3 лет. В целом реализация программы строительства детских садов в 2018-2021 годах позволит дополнительно обеспечить местами в детских садах около 15 тысяч детей. Мы понимаем, что перед нами поставлены очень серьезные задачи и к 2022 году мы должны застичь 100% доступности дошкольного образования для детей от 1,5 до 3 лет. На 2019 год в региональном проекте утвержден показатель 67,5%. На начало года наиболее низкий показатель доступности дошкольного образования для детей от 1,5 до 3 лет наблюдается в городах около 21% в городе Казани, чуть более 31% в Челнах, от 35 до 49% в ближайших к городу Казани районов в Пестричинском, Высокогорском, Лаишевском. Задача каждого муниципалитета максимальна, насколько это возможно, заполнить детские сады, соответственно уменьшить актуальную очередность. Где-то мы вынуждены идти на переуплотнение, формирование групп из детей смежных возрастов. Совершенно неприемлема ситуация, когда в детских садах имеются свободные места при наличии актуальной очереди. Прошу обратить на это особое внимание. По достижению показателя будет оценена наша работа по обеспечению доступности дошкольного образования.